Девушки отдыхают Эй, ты, по ту сторону экрана Слушай, должно быть тяжело не знать о будущем нашей маленькой леди, я понимаю Неужели неудача действительно умрёт? Если да, как это случится и когда? Убьёт ли её злой лис? Найдёт ли она вечное счастье? Лично я надеюсь, что да Веди себя естественно, она идёт О, неудача! У тебя получилось! Поздравляю! Спасибо А где мы? Мы стали на шаг ближе к главному призу Вечному счастью Отлично, потому что мне нельзя быть на улице так поздно Не волнуйся, здесь недалеко Отлично Смотри, какой-то ребёнок пропал Мне это не нравится Может, стоит вернуться домой? Пока Не уходи сейчас, неудача Я могу тебя защитить Правда? Да А ну тогда ладно Привет Фуууууууууууу Пахнет Дерьмом Неудача Следи за языком Хорошо. Однопет. Дошло? Очень умно, неудача. Спасибо. Фантасмагория приезжает в Open Fields? Это так круто! Может, у нас будет время сходить туда позже, кто знает. Подожди, вот сейчас не играй с моими чувствами. Давай сначала сфокусируемся на вечном счастье, а потом уже посмотрим. Хорошо. Жду, не дождусь. Гляди, это Бенджамин из леса по соседству. Знаешь, если захочешь как-нибудь потусить или ещё что-то, я свободна. Не связывайся с этим диким лисом. Я говорил тебе, что лисы опасны. Я сейчас разберусь. Бенджи, ты дикий и опасный лис? Нет, Бенджи, не уходи! Пускай этот дикий зверь бежит. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Хорошо. Ох, кажется, это принадлежит Бенджи. Это лучшее произведение искусства, что я когда-либо видела. Оно такое личное. Не знала, что Бенджамин такой творческий. Творческий? Выглядит, словно рисовал ребёнок. Что ты только что сказал? Оу, я не это имел в виду. Ага. Эй, разве мы не должны сфокусироваться на поиске награды? А я сосредоточена. А мы что, идём в парк? Да. Хорошо. Притормози, мать твою! Неудача. Что? Язык. Мистер Голос. Да, неудача. Кто-нибудь уже доходил до конца игры? И получал вечное счастье? Да, разумеется. И они жили долго и счастливо. Звучит здорово. Знаешь что? Я хочу выиграть приз для своей мамы. Я бы хотела дать ей немного счастья. Мои блёстки на неё не действуют. Ооо, это очень мило с твоей стороны. Спасибо. Хочешь попробовать моих блёсток? Это не обязательно. Ха, не глупи. Вот, держи. Счастье мистеру Голосу! Ооо, ну, спасибо. Что ж, давай продолжим искать приз, чтобы мама нами гордилась. Да. Написано, птиц не кормить. А, хорошо. На скамейке написано много милых стихов. Смерть жива, и она пожирает тебя. Подпись N. Ммм, интересно. Что думаешь? Кхм, неудача. Ты действительно будешь читать эти стихи? Шары повисли слишком низко. Без подписи. На чём они повисли? О, смотри, здесь нарисован код. Хватит неудача. Пойдём. Хорошо. Посмотри на эту чайку. Она похожа на папу Кевина. Кто это? Раньше он сидел в песочнице рядом со школой. На нём не было одежды. А ещё полицейский побил его палкой. Восхитительно. Помнишь ли ту рыбу, которую ты подбрала ранее? Ты о Родриго? Моём друге рыбе навсегда? Нужно отдать его чайке. Наверняка он будет рад компании. Ммм, пожалуй, это может быть... Возможно, будет справедливо. Наверное. Пусть эта рыба принесёт тебе столько радости и любви, сколько принесла мне. Это очень мило с твоей стороны. Благодарю. Что? О, нет. Родриго теперь мёртв. Разумеется. Чайки очень любят есть рыбу. Почему ты ничего не сказал? Ну, теперь ты знаешь. Разве учиться не весело? Наверное. Я похороню его позже. Хочешь прокатиться на королевской лошади парка? К королевской лошади, говоришь? Я маленькая принцесса, кстати. Смотри. Я на лошади. Ай, лошадка. Прекрати. Вышло неудачно. Ты в порядке? Я в порядке. Ты беспокоишься, потому что я такая маленькая леди? Ещё бы. Ты очень маленькая и могла разбиться. Однажды я сломала руку. Значит, ты понимаешь, о чём я. Глянь на эту утку. Давай просто пойдём, неудача. Тебе не стоит связываться с утками. Не говори глупостей. Утки довольно клёвые. И смотри, она несёт бумбокс. Может, мне удастся в самом деле потанцевать. Хочешь показать мне свои танцевальные движения? Конечно. Зацени. Всё нормально. Всё хорошо. Досадно, конечно. О чём ты говоришь? Это было нормально. Оу, ну как скажешь. Хочешь прокатиться на этом? Похоже на торнадо. Да, я хочу прокатиться. Останови! А? Мне больше не удержаться! О нет, неудача. Когда ветер холодный, а деревья голые, когда вонь гнилых яблок развивается о камень. Ммм, яблочный пирог. О чём ты говоришь, неудача? Ни о чём. Выглядит как рисунки Бенджамина. Тебе не кажется? По-моему, это отборный мусор и его место в огне. Неужели? Я вижу здесь большой потенциал. Он, безусловно, очень творческий. Забудь про это. Продолжим играть в мою игру. Награда ближе, чем ты думаешь. Правда? Ну ладно. Я практически ощущаю вечное счастье. Прекрасно. Последнее задание ждёт тебя на кладбище домашних животных. Кладбище домашних животных? По-моему, это лучшее место, чтобы закончить игру. Точь в точь мои мысли. Рад, что ты думаешь так же. Что ж, я тут подумал, пока мы идём, ты не против, если я задам тебе пару вопросов? Конечно. Я хорошо отвечаю на вопросы. Отлично. Только отвечай максимально честно. Хорошо. Первый вопрос. Ты когда-нибудь что-нибудь крала? Однажды я украла швейцарский армейский нож моего друга. Я так переживала, что закопала его во дворе и ничего ему не рассказала. Оу, мне жаль вас обоих. Второй вопрос. Ты сейчас счастлива? Ну, не совсем. Многое меня расстраивает. Вот почему я так хочу приз. Тогда я смогу перестать притворяться, что я всегда счастлива. О, понятно. Ну тогда последний вопрос. Ты чувствуешь себя любимой? Нет. Поэтому мне так нравится мой Стоуни. Он же просто камень. Он не сердится и не грустит. Хотела бы я иногда быть такой. Спасибо за твою честность. Пожалуйста. Смотри, мы наконец-то добрались до кладбища. О, смотри. Всё больше детей пропадает. Если я пропаду без вести, то как я скажу маме? Ты не пропадёшь без вести. Мы вернёмся домой сразу же, как найдём приз. А, окей. Отлично. Ты готова найти приз «Вечное счастье». Да. Где оно? Я спрятал его в одной из могил. Мне нужно раскопать могилу? Какую из них? Я дам тебе подсказку. Это место, где похоронена золотая рыбка. Золотая рыбка. Ладно. Мне что, копать своими крошечными руками? Вот всегда так? Нет. Использую лопату. Какую лопату? Эту лопату. А, эту лопату. Хорошо. Здесь сказано. Деннис скончалась в окружении своих близких. В огне. Пахнет хот-догами. Похоже, это не рыба. Окей, посмотрим. Малыш Лулу – первый мопс, задушивший человека. Ничего. Стефани Куин. Автор эротического романа «Исповедь кота». Эротический роман? Звучит безумно. Ох, приза нет. Как дела с рытьем могилы? Неудача. Неплохо. Процессе. Здесь сказано. Пол умер, занимаясь любимым делом. Поедая какашки. Ну вот всегда так. Эх, приза здесь нет. Только куча маленьких костей. Посмотрим. Сорока по имени Роджер. Он явно не ожидал того окна. Хм, я не поняла. Ох, здесь нет приза. Смотри, эта могила свободна. Что же ты сделаешь? Думаю похоронить Родриго. Он это заслужил. Прощальные слова? От Родриго пахло рыбой. Мне это нравится в рыбе. Он был милым. Надеюсь, я ему нравилась. Прощай, Родриго. Это было прекрасно. Спасибо. Здесь написано «Мистер Пузырь». Хм. Поздравляю, неудача. Ты нашла приз. Правда? Ура. Видишь маленькую коробку? Открой её. Хорошо. Интересно. Остановись, неудача. Ты забыла о награде. Она тебе не нужна? А, точно. Я забыла. Это приз? Но здесь только записка. Что? Да. Здесь написано «Я украл ваше вечное счастье». Подпись «Бенджамин». Он не мог! Моё вечное счастье! Я знал, что от этого подлого риса будут неприятности. Он украл твой приз. Какое разочарование. Я действительно хотела сделать маме сюрприз. Что мне теперь делать? Мы должны найти лиса и вернуть твоё счастье. Я не думаю, что он ушёл далеко. Пойдём поищем его. Да. Давай. Ах, такое разочарование. Смотри! Вот он! Бенджамин? Ты украл моё вечное счастье? Не круто! Да брось, Бенджамин! Верни моё счастье назад! Догони его! Нельзя позволить лису уйти снова. Он украл твой приз. Бенджамин меня серьёзно разочаровал. Когда нелюбимые дети во тьме ищут то, что они потеряли, и ищут ответ, почему они страдают. Дети страдают? Ты что-то нашла? Неудача. Нет, тебе показалось. Нужно смотреть в оба. Вдруг мы увидим лиса. Они умеют прятаться. Хорошо. Оу, посмотри на этот камень. Он отличается от обычных камней, уверяю тебя. Думаю, ты права. О, этот кусок шатается. Возьму его себе. Возможно, он пригодится в другом месте. Здесь ничего нет. Совсем нет. Я верну его. Смертельная игра кормит теней из мира духа. Хм, что это значит? По мне, так это полная бессмыслица неудача. О, правда? Может, это ещё не вся бессмыслица? Ага, туда. Эта нора выглядит очень похоже на то место, куда лис бы спрятал приз. Хочешь сказать, мне нужно спуститься туда? Именно. Не беспокойся. Ничего плохого не случится. Совсем ничего плохого. Ладно. Ты говоришь очень уверенно. Я доверяю тебе. Интересно, зачем Бенджамин украл мой приз? А может, он сам несчастлив? Но мне самой нужно это счастье. И моей маме. Привет. Есть кто внизу? О, это было серьёзное падение. Эй, мистер Голос, ты здесь? Отлично. Я нашла иголку в стоге сена. О, проклятие, я её уронила. Средство для отпугивания лисиц? Не могу отрицать, что флакончик красивый. Возьму его. Ага, вот ты где. Что ты делаешь? Бенджамин? Бенджамин? Во что я ввязался? От неё одни неприятности. Возможно, была ошибка выбирать её для этого. Я имею в виду, я видел, как она ела блёстки. Кто так делает? Это неестественно. Неудача. Ты жива и здорова. Это замечательно. Да? А где я? Что произошло? Опасный лис напал на тебя. Бенджамин напал на меня? Получается, он действительно плохой лис. Видишь, я же говорил, этот лис злой. Да, возможно, мне стоило тебя послушать. Нам всё ещё нужно найти лиса и вернуть вечное счастье. Может, мы можем узнать, где он живёт? Конечно. Дай мне минуту на размышления. Я скоро вернусь. Хорошо. Я буду где-то здесь. Посмотрим, что нового. Посмотрим, что нового. Смотри, зоопарк. Ну, знаешь, с животными. Я тут воспользовался поиском гугла и узнал, что у лисы в зоопарке живёт кузен. О, правда? Мы могли бы пойти. Вдруг он знает, где живёт лис. Но как же мы доберёмся до зоопарка? Это ведь очень далеко. Отчего же? Мы воспользуемся автобусом. Здесь неподалёку остановка. А, хорошо. А, как же я оказалась в центре? Я перенёс тебя сюда. Но как? Ты же просто голос в моей голове. Просто голос? Нет, я способен на гораздо большее, чтобы ты знала. Докажи. Мне не нужно ничего тебе доказывать. Да-да, как скажешь, мистер Голос. Ладно. Ты действительно хочешь увидеть, на что я способен? Ой, подожди, шнурок развязался. Вот. Ты видела? Я не просто голос в твоей голове. Неудача? А что? Ты видела? Прости. У меня была проблема со шнурком. Ах. Давай просто пойдём дальше. Эй, ты выглядишь знакомо. Что? Пропавшая без вести. Минуту. Разве это не... Даниэла Бомбини? Ты её знаешь? Да, со школы. Она сказала нашему учителю засунуть домашнее задание в свой зад. Знаешь, она истинная итальянка. Скорее всего, она просто сбежала из дома. Она скоро вернётся. Ты так думаешь? Да. А, хорошо. А, эти люди на картинке выглядят такими счастливыми, попивая свой сок. Мама постоянно приводит меня сюда. Здесь очень скучно. Иногда она отправляет меня за сигаретами, а сама обнимается с незнакомцами у мусорных контейнеров. Это правда? Угу. Этот мужчина только что обронил свой кошелёк. Что ты сделаешь? Подождите, сэр! Вы уронили свой кошелёк! Это что, мне? Лотерейный билет? Круто! Спасибо! Ну, взгляни. Он выигрышный? Выигрыша нет. Может, повезёт в следующий раз. Однажды мама привела меня сюда и забыла. Мне пришлось играть внутри всю ночь, пока охранник не нашёл меня. Он подумал, что я енот. Что ж, похоже, ты весело провела ту ночь. Ага. Не считая того, что я много плакала. Было весело. Здесь написано, признайте, порой мы слишком устали, чтобы улыбаться. Воспользуйтесь нашим смайликом и прекратите притворяться. Хорошо. Я знаю, чей это магазин. Чей? Папа Кейси. Кто такой Кейси? Друг со школы. Правда, я уже давно его не видела. Смотри, и ещё больше плакатов с пропавшими детьми. Так много. Интересно, почему они пропадают? О, не беспокойся о них. Я уверен, однажды они все вернутся. Ты так думаешь? Конечно. Не знаю, мистер Голос. Здесь творится что-то загадочное. Мы на месте. Ты когда-нибудь ездила на автобусе самостоятельно? Нет, никогда. Я не знаю, что делать. Мне нужен билет? Давай узнаем. Здесь есть справочное табло. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok